Привет всем, мы с Украины. Сегодня по просьбам старождущих поговорим немножко о цилиндрах Абус. Они бывают разные, Абус большой концерн. Но я не менеджер, я в принципе могу рассказать свое мнение, мнение мастера, который их открывает, который их устанавливает. Начнем мы, наверное, с самого простого цилиндра. Это D6. Вот такой вот профиль. Скорее всего, он производится в лучших китайских подвалах. Вот, продается в сетях. Цилиндр недорогой. И, скажем так, это сладкий пирожок для открытия. То есть, многие считают, что вот купили Абус, и все будет отлично. На самом деле, все не так прозаично. Открывается он достаточно просто, по простому алгоритму. Вот, добивается сработки. Вот такой сработки добивается. Дальше, как с цилиндром схож 7 на 7, просто делается перечелк на каждом пене. Вот и все. То есть, люди считают, что вот купил Абус, и все у него в жизни хорошо. Но это самая дешевая серия, и производится непонятно на каком заводе, скажем так. Совсем другая история, цилиндры Абус Бравус. Вот, для сравнения я беру этот D6. И это именно немецкие цилиндры, которые производятся на заводе Павенхайн. Дай бог, что я правильно выговорил. Вот. И совершенно они, конечно, другого качества. То есть, видно и по качеству изготовления, покрытие, тактильным ощущением. По количеству наворотов, всяких заглушек, отсверления. Ну и профиль. Профиль бывает очень много профилей. То есть, у нас, например, свой профиль. Наша компания Медведь. И нафаршировать этот цилиндр можно до беспределия. То есть, вот данная простая серия, например, 2000. Мы говорим сейчас о цилиндрах Абус Бравус. Вот. Она может быть просто в корпусе. Она может быть модульная. Что, в принципе, очень легко собирается. Так, цилиндр выходного дня. То есть, если нужен цилиндр и есть чемоданчик для сбора. То есть, прямо на месте можно собрать любой размер. Ну, прикольная штука. Вот. И тут он заряжен еще больше. Разных заглушек отсверления. Вот. Что еще можно сказать? Они делятся на серии. То есть, 2000, 3000, самая матерая 4000. Есть еще Абус Магнет. Кстати, вот видно по профилю, как отличаются профиля. Вот. Ну, и в зависимости от модели он все больше и больше фаршируется. Сейчас покажу прорезанный цилиндр. На нем хорошо видно. То есть, могут быть просто пины. Могут еще дополнительный на ряд пассивных здесь, здесь. И самый мажорный цилиндр из этой серии. Это 4000. Вот. То есть, у него кроме пинов и всех различных пассивных элементов, еще сбоку сайдбар. Вот здесь видно на ключе. Дополнительный ряд активных элементов. В данном случае цилиндр тоже модульный. Куча заглушек отсверления. Ну, и качество цилиндров в огонь. Просто огонь. Естественно, что, кроме качества, они поинтереснее всклупываются, чем D6. Вот. Ну, надо понимать, что это не аналогов нет даже в Японии, что это стандартный европейский цилиндр. То есть, ожидать от него там мега супер-пупер не стоит. Вот. Что-то я там намутил. Хочу сделать так, чтобы мне было удобно. Вот. Ну, он очень аккуратненький. И внимания к нему, конечно, гораздо больше, чем к простому там цилиндру, например, D6. То есть, я работаю по нему достаточно аккуратно. Тут и достаточное количество грибов, всяких прикольщиков. Ну, вот один гриб. Опять же, с ним надо работать нежно, чтобы не позагонять ничего там в плюс. А я, по-моему, уже... А, не, все нормально. Вот. То есть, два гриба я поставил. Сейчас будем искать что-нибудь еще интересное. Так, вроде все. Вот еще один фигурный пин. Вот. И мы его разворачиваем. После того, как он разворачивается, он блокируется, потому что в конце плага находится так называемый интеллект-пин. Ну, просто дополнительный пин, который блокирует плаг. И на ключе вот такая выборочка. Сейчас покажу. Вот такая вот возня. Вот она. Ну, просто надо найти, нажать. Вот. Аккуратненько подойти к нему. Нажимаем. Ну, и разворачиваем пин. То есть, в принципе, больших чудес от такого цилиндра ждать не надо. Он просто достаточно хороший, качественный. То есть, хороший европейский цилиндр. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот ситуация.